Не забывайте поделиться этим роликом, если он был вам полезен и он вам помог. А также проверьте, подписаны ли вы на канал. В ремонте интересны Vivo. Интересны вам прежде всего тем, что Vivo вообще, в принципе, Opa Vivo в нашем регионе практически не распространены. Поэтому я с ними дело не имел. Это Vivo 17 Neo. Я покажу на нем, как сделать сброс до заводских настроек. Чтобы попасть в рекавери, зажимаем на нем плюсы питания, держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжит держать. Держим долго, пока не появится что-то похожее на рекавери. Так, вибрация была. Ну-ка, бросим питание, а плюс поддержим. Будет он включаться или нет? Да, будет. Попал в рекавери. Опускаемся вниз до строчки. Ну-ка, сенсорный? Нет. Рекавери мод. Ну давай. Это был режим фастбута, если кому интересно. Что он как новенький вообще? Поставили пароль и забыли на нем, представляете? Не забывайте, что если берете за это деньги, обязательно берете человека документы, подтверждающие факт покупки, чек покупки, гарантии, талон, еще что-то такое, где будет имей или серийник аппарата. Все действия с краденными, найденным ворованными устройствами – это уголовно наказуемое деяние. Связывать с этим нельзя. Дальше, пока я не выясню аккаунт, я сброс делать не буду, потому что он потом спросит, сработает ФРП-блокировка, и так как человек в реальной коробке все дела есть, то наверняка он знает свой аккаунт. Поэтому я вам покажу, что делать в рекавери. Выбираем клее дата, пол дата, и соглашаемся. Все с него сотрется. Аппарат будет чистый, как будто его купили только с витрины. А еще аппарат нужно зарядить, потому что на разряженном аппарате нельзя делать какие-то прошивки и так далее, прерывать процесс прошивки, сбросов и так далее нельзя. Также помню, что в рекавери он дальше спрашивает тот же самый пароль, который вы забыли там в системе, поэтому вам все равно его нужно будет вспоминать. И про аккаунт. Если делаете сбросы либо прошивку, обязательно выходите из аккаунта в меню настройки аккаунта, выбираете гуглскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопку с тремя точками «Одалить аккаунт». Если это не сделать, после сброса либо прошивки сработает ФРП-блокировка Google. Он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист ФРП, но с этим аппаратом так просто не будет наверняка, понадобится какой-нибудь МРТ-донгл или еще что-то такое уже с помощью него снимать. Но в домашнем условиях, я думаю, практически невозможно будет. Не забывайте, что у нас есть канал в Телеграме, а также есть целый плейлист по каждому производителю, там все хард-резеты для каждого конкретного аппарата. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.